Всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня я начинаю новый курс по созданию мобильных приложений для операционной системы Android с помощью среды разработки Android Studio и языка программирования Kotlin. На сегодняшний день Kotlin является предпочтительным языком для создания мобильных приложений. Можно еще создавать на Java, но Java постепенно хотят выкинуть, поэтому мы будем делать это только на Kotlin. Итак, для кого предназначен данный курс? Этот курс предназначен для абсолютных начинающих, у кого нет знаний ни в Java, ни в Kotlin, то есть вообще в программировании нет знаний. У меня уже были курсы для начинающих, но они были ориентированы больше на людей, которые уже знают что-то в программировании, которые смотрели уже мои курсы по Java и так далее. Но этот курс предназначен для людей, кто вообще ничего не соображает в программировании. Поэтому цель данного курса создать плейлист, не знаю сколько видео нужно будет для этого, но сделать таким образом, чтобы когда вы пройдете этот курс, вы уже могли перейти к другим моим урокам. А другим моим урокам мне нравится делать уже готовые приложения. То есть берем, например, создаем приложение блокнот. Следующий плейлист, создаем приложение, например, справочник. Следующий плейлист, ну например, там, видеоредактор. Следующий плейлист, ну не знаю, какую-нибудь базу данных, не знаю, все что угодно. В общем, готовые приложения, чтобы вы уже на конкретных примерах поняли, как все это делается. Но для этого вам нужно иметь какие-то базовые знания Вот для этого и предназначен этот курс Чтобы вы уже после этого курса могли перейти к следующим урокам, уже более сложным И уже начали понимать, как все это делается Вы можете создавать приложения для себя, для заработка, например Чтобы опубликовать их на PlayMarket и так далее Поэтому целей может быть много Может быть для каких-то своих электронных проектов и так далее В общем, на сегодняшний день вообще смартфоны очень популярны И, как вы понимаете, большой спрос на приложения Люди устают от каких-то приложений, хотят какие-то новые приложения Можно делать даже простые приложения И готовя для них интересный контент, уже можно на этом заработать Если ваша цель заработать Очень много приложений также можно сделать для себя, под себя Не находите что-то на PlayMarket, вы можете сделать приложение под себя Если вы знаете, как это делать Это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд Если кто-то вообще не разбирается в программировании И кто-то думал, что программирование это очень сложная вещь Это все не так Есть сложные вещи в программировании Ну, например, я не знаю, сделать распознавание голоса с нуля Либо распознавание лица и еще что-то в этом роде Есть сложные вещи, где нужно знать хорошо математику и так далее Можно создать огромное количество приложений Не имея больших знаний в разных областях науки Так что за это переживать не стоит Если тебе понравится видео, поставь лайк, чтобы поддержать канал Подписывайся на канал, будет выходить много новых видео Подписывайся на мои соцсети, которые найдешь в описании к этому видео Так, ну все, давайте начинать С чего начнем? На этом уроке мы установим среду разработки Android Studio Что такое среда разработки? Среда разработки, грубо говоря, можно назвать ее программой Это программа Android Studio Но в ней есть еще программы, инструменты, которые нам позволяют создавать приложения Тестировать приложения и так далее Поэтому это и есть среда разработки Это программа, в которой есть другие программы, которые нам позволяют что-то делать Хорошо Все, эта программа бесплатная Вы ее спокойно можете скачать Ссылку найдете в описании Нет никаких проблем Мы сейчас посмотрим, какая оперативная память нужна И так далее У нашего компьютера, чтобы у нас все нормально работало И я вам покажу две основные ошибки, которые выходят Которые я видел, вот ребята с прошлых моих уроков Говорили, что вот у них выходит такая ошибка, вот такая ошибка При установке Android Studio И мы сегодня о них поговорим Самая первая ошибка, которая может выйти И смотрите внимательно, прежде чем что-то устанавливать Это когда у вас имя пользователя компьютера на русском языке Потому что Android Studio устанавливает специальную папку для эмулятора Что такое эмулятор? Эмулятор это специальный такой смартфон виртуальный Который у нас будет на компьютере С помощью которого мы будем тестить Мы сначала тестим на этом виртуальном смартфоне Так называемым эмулятором И после уже сможем тестить на реальном устройстве Можно и сразу тестить на реальном устройстве Как хотите Но на эмуляторе удобнее Так вот, чтобы этот эмулятор работал Установится специальная папка И на пути этой папки должны быть только латинские буквы Что это означает? Это означает, что вот смотрите Например, я назвал себя Сергей русскими буквами Значит путь, по которому установится будет Диск С, Сергей и так далее То есть видите, на пути уже, где установится папка Будет мое имя русскими буквами Все остальное может быть будет латинскими Но мое имя пользователя русскими И вот тогда у меня будет ошибка И будет говорить, что на пути не должно быть таких вот букв И все Поэтому это нужно исправить, прежде чем что-то устанавливать Напишите свое имя пользователя сразу Латинскими буквами, чтобы не было проблем И вторая ошибка, самая такая основная Это когда не включена виртуализейшн Сейчас вы увидите, что у меня выходит такая ошибка Я специально взял у знакомого ноутбук Потому что у меня, например, на компьютере и на ноутбуке Устанавливается нормально Если я устанавливаю, у меня сразу начинает работать Потому что у меня там имя пользователя не латинскими буквами И у меня там сразу по умолчанию Когда я купил компьютер и ноутбук Сразу было включено виртуализейшн Когда я взял у знакомого компьютера, у меня вышла ошибка И показывала, что виртуализейшн не включен Сейчас вы увидите, что это такое Виртуализейшн включается в биосе Думаю, что все слышали, что такое BIOS. И вход в BIOS для конкретных моделей компьютеров, либо ноутбуков, он разный. Поэтому вам нужно будет просто посмотреть в интернете, как войти в BIOS, например, на компьютере HP или так далее. Обычно это как делается? То есть мы выключаем компьютер, включаем и нажимаем на какую-то кнопку. Например, у меня, вернее не у меня, а у знакомого, у которого я взял компьютер, нужно нажимать на кнопку F10 сразу после включения. Несколько раз нажимаешь, и все, появляется черный экран, и пишет, что мы вошли в BIOS, и там нужно зайти в настройки и выбрать virtualization, чтобы было включено. Но вы увидите это все в интернете, если у вас такое произойдет. Обычно не происходит, но иногда такое происходит. Ну и все, вот эти две самые основные ошибки, которые у вас могут выйти. Если будут какие-то другие ошибки, пишите в комментариях, постараемся их решить. Ладно, все, устанавливаем Android Studio, проверяем, что все работает, и все, можно спать спокойно. На следующем уроке мы уже готовы к следующему уроку, для того, чтобы уже начать изучать, как создаются мобильные приложения для операционной системы Android. Ну все, сказав все это, теперь переходим к делу. Пишем в поисковике Android Studio, либо переходим по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Итак, вот у нас выходят результаты. Download Android Studio and SDK Tools. И открывается страница, где мы можем скачать среду разработки Android Studio. Вот она. Здесь у нас есть кнопка 1Watt Android Studio. На сегодняшний день самая свежая версия 4.1.2. И внизу смотрим требования к нашему компьютеру. Вот смотрите, к Windows, вот такие требования к Mac, к Linux и к Chrome OS. Ну все, ну все, ну здесь есть разная еще информация. Я думаю, пока что вы начинаете, она вам не очень сильно пригодится, но если вам интересно, можете ознакомиться. Здесь все на английском, конечно, но у меня вот на испанском перевод есть. Не знаю, есть ли на русском. Жмем на кнопку скачать, соглашаемся с требованиями и все. И начинается скачивание. Займет время некоторое. Так что, как только закончилось скачивание, идем туда, куда скачали. Жмем два раза на этот файл. Открывается помощник по установке. Здесь обязательно выбираем Android Virtual Device, потому что это и будет наше виртуальное устройство, на котором мы будем тестировать. Здесь, конечно, показывает путь, где установится и как будет называться папка Android Studio. Ну все, жмем установить. В общем, процесс установки простой, как и любой другой программы. Все, жмем Next, когда закончилось. Здесь у нас выбрано Start Android Studio, после того, как нажмем Finish и все. То есть процесс установки закончился. Здесь у нас может выйти окошко, которое показывает импортировать настройки. Если у нас уже было установлено раньше Android Studio или нет. Я выбираю Нет и жму ОК, потому что на этом компьютере у меня не было установлено. Ну и все, открывается Android Studio. И все, здесь выходит отправлять статистику по работе Android Studio или нет Google, чтобы они могли его улучшать. Я отправляю всегда, потому что мне выгодно, чтобы это все делали. Жмем Next, Standard или Custom. Выбираем Standard, потому что стандартные настройки лучше выбрать. Здесь выбираем Dark Cloud, например, или светлый фон. Мне нравится больше темный фон, глаза не портит. Ну и здесь показывает, что еще установится для того, чтобы Android Studio работало хорошо. То есть нужны разные инструменты установить. И вот здесь, видите, вот эта папка, про которую я вам говорил, установится по этому пути. Диск C, Users и ваше название пользователя. Вот там не должно быть русских букв, иначе SDK не установится, и будут проблемы. Ну все, жмем Установить. Думаю, здесь проблем не будет, если вы все раньше сделали. И вот здесь, смотрите, у меня, сейчас я вам покажу внизу, вот, выходит ошибка. Видите, вот такая вот ошибка. Android Emulator, Hypervisor, Driver for AMD Processor, Installed File. Потому что у меня не включена Virtualization на данном ноутбуке. Поэтому мне нужно будет включить. Но я вам, прежде чем его включить, жмем Finish, я вам покажу, на что это влияет, чтобы вы могли распознать эту ошибку. Итак, вот тут открывается панелька, выбираем Create New Project. Чтобы зайти в Android Studio, создаем новый проект. И вот здесь у нас открываются разные шаблоны, которые мы пока что использовать не будем. Видите, здесь есть разные. Это начальный экран, который уже появится. Чтобы вам самому его не создавать, если у вас какое-то приложение, ну, например, там, карты и так далее. Чтобы самому не создавать, можно уже выбрать готовый планшет. И все, здесь есть разные версии. Мы можем создать для часов, Android часов и так далее, машин, телевизора. В общем, мы выбираем Empty Activity. И жмем Next. Все, ну вот здесь мы заполняем, где у нас будет сохранен проект. Вот видите, здесь Save Location. Вот у меня вот так будет. На пути Android Studio Project, My Application. Здесь у нас имя пакета и здесь название приложения. Если мы его изменим, то в названии вот здесь вот пути тоже изменится. Здесь выбираем язык программирования, language Kotlin. Это обязательно, потому что у нас уроки будут на Kotlin. И все, вот смотрите, изменим название. Напишу, например, My First App. И видите, оно сразу меняется и в названии пути, и в пакете, и в названии пакета. Что такое пакет, зачем он нужен, название пакета я вам после еще объясню на следующих уроках. Пока что это не важно. И вот у нас есть минимум SDK. Это инструменты для создания для разных версий Android нашего приложения. То есть мы выбираем минимальную версию, с которой будет у нас код работать. Видите? Есть разные. Пятая версия. И здесь еще идет API. Например, у пятой версии Lollipop API это 21. То есть инструменты для работы с этой версией. Это для нас, для разработчиков. Но это я вам все тоже еще объясню. Ну и все, жмем Next. И переходим вот сюда. У нас запускается проект. Пока он создается, вот это и есть наше рабочее место, где мы и будем создавать наши приложения, экраны и так далее. Справа у нас, как всегда, выходит информация. Раньше она не выходила, а вот в новых версиях уже показывают, что нового в четвертой версии 4.1. Это Database Inspector. Но об этом нам еще рано говорить, поэтому нам он не нужен. Ну и в принципе все. Здесь у нас будет рабочий стол. Давайте дождемся, когда все запустится. Вот смотрите, у меня почему-то сейчас стрелка тормозит. Вот здесь вот на Help, если я нажимаю, у меня выходит версия Android Studio. Вы уже видели, сейчас я вам показал. Там показывает 4.1.2. Ну и все, это у нас Activity. Здесь заходим в настройки, выбираем Settings, слева в файл. И вот здесь у нас, видите, мы можем выбрать тему. У меня пока глючит компьютер, потому что не справляется совсем. Запускается Android Studio и записываю с помощью программы OBS. Я сейчас записываю экран, и поэтому тормозит иногда. Вот видите, Darkula я выбрал сначала темный фон. Если выбираю Light, то выбирать светлый фон. Здесь Size – это размер текста, вот именно меню и так далее. Здесь мы можем его выбрать, если хотим, чтобы, если нам не видно, чтобы было лучше видно. Вот смотрите, сейчас я выбираю размера шрифта 20, и смотрите, где изменится. Код сам не изменится. Вот видите, меню и все остальное, видите, хоть текст большой стал. Если вам нужно побольше его сделать, можете выбрать. Я выбираю назад 12, потому что не хочу такой большой текст. Мне нужно увеличить текст вот именно в коде, чтобы был лучше виден код. Для этого мы идем вот сюда в Editor, и здесь выбираем Font. И это уже будет текст в коде. Видите, Size у меня стоит 13, здесь можно выбрать побольше. Но я 20 обычно ставлю, иногда 22 там ставлю. Вот все, это уже размер текста вот именно в коде. Все это выбирается File Settings. Просто стрелку не видно было, когда я направлял, потому что она заглючила. Просто чтобы вы видели. Это у нас MindActivity. Что это такое, зачем оно нужно, я вам все это еще объясню на следующем уроке. Это стартовый класс, который и запускает наш экран, который мы будем видеть, самый первый экран. И здесь у нас есть файл AndroidManifest, который считывается, когда устанавливается приложение. И здесь есть разные настройки, которые я тоже вам объясню в дальнейшем. Ну, например, там указано, какой экран первым запустится. Ну и здесь у нас есть папка Res, ресурсы, там где хранятся ресурсы, например, текстовые ресурсы. Вот здесь у нас хранятся, видите, strings, название приложения, к примеру. Здесь все текстовые ресурсы будут храниться, название кнопок и так далее. Все, что тут напишем. Переводы текстов. Здесь у нас в папке Layout хранится наш первый экран, ActivityMine, разметка экрана, который будет рисоваться на экране смартфона. Здесь у нас есть два вида. У нас есть Blueprint и есть Design. Blueprint – это вот такое вот синее окошко, где у нас показывается весь контейнер, элементы, которые добавили, и что внутри. А на Design мы видим, как он будет выглядеть на смартфоне. Если вам мешает, ну, я, например, Blueprint почти никогда не использую. Если он вам мешает, вот здесь вы можете выбрать, что показывается. Design, Blueprint, либо Design плюс Blueprint. Вот смотрите, я выбрал Design. Показывается просто экран смартфона. Выбрал Blueprint, только Blueprint. В принципе, это одно и то же, но здесь, видите, показывает очертания элемента, что он занимает на экране, вот такой прямоугольник. На Design он тоже показывает, только когда наводим мышку на него. Все это мы будем видеть по ходу дела. Просто хочу вам немножко осветить этот вопрос. И здесь у нас справа, когда мы выбираем элемент, вот здесь вот компонент 3, мы можем видеть атрибуты элементов. Высоту, ширину и так далее. Здесь у нас есть еще справа вверху, видите, три кнопки Design, Split и код. Дизайн показывает визуальную часть, где у нас что расположено. Split показывает и код, и визуальную часть, и код. Это только код, ну, вернее, имеется в виду код разметки экрана. Не код, который мы будем писать для каких-то действий, выполнения каких-то действий, а вот именно разметка экрана. Ну все, вот заходим вот сюда, в наш AVD Manager. Это Android Virtual Device Manager. И здесь у меня, видите, показывает ошибку, что у меня не установлен какой-то там эмулятор, hypervisor, driver for AMD. И поэтому я не могу запустить эмулятора, виртуальное устройство на своем компьютере. Попробуем создать новый. Давайте посмотрим, что выходит. Выбираем, ну, например, не знаю, какое. Смотрим, какое разрешение экрана нам нужно, чтобы у нашего смартфона было. Я выберу, например, пиксель, вот этот. Жмем вот здесь, next. И все, видите, у меня сразу выходит ошибка справа. Написано опять Android, красный эмулятор, hypervisor и так далее. Здесь нужно выбрать System Image. Выбираем любую, вот здесь вот, например, R я выбираю. Но это без разницы, потому что у меня, видите, сейчас будет ошибка. Я вам просто показываю пример, если у вас вышла такая ошибка. Жмем Install Android эмулятор, hypervisor, driver. И сейчас вы увидите, что ничего не помогает. Вот видите, он не может установиться. И из-за этого выходят опять проблемы. Напомню, что все это мы делаем в AVD менеджер, который найдете справа, где нарисован смартфон и голова андроида. Вот справа в углу. Все, давайте сейчас то, что мы создали, попробуем запустить. Эмулятор не запускается. Жмем ОК. И ничего не происходит. Опять нам предлагают скачать, но скачивать-то нечего, потому что опять выходит ошибка. То есть, видите, постоянно одно и то же. Так вот, чтобы такого не было, нам нужно посмотреть в интернете модель нашего компьютера и как зайти в BIOS нашего компьютера, и где включить virtualization. И все. Вы там найдете. Вам хотя бы нужно просто зайти в BIOS, и вы уже сами там найдете в настройках, там немного настроек, где написано virtualization. Часто пишется VTX. Иногда пишется virtualization. И там будет написано Disable Enable. Disable это выключено. Enable это включено. Вам нужно сделать, чтобы было включено Enable. Все. Я вот смотрю для своего компьютера, и у меня HP. Вот поэтому я пишу, как зайти в HP. И вот здесь мне показывает на английском, мне пишет, что мне нужно выключить компьютер, и когда я его включаю, быстро нажать F10. Тогда я зайду в BIOS. Так вот, я сейчас это и сделаю. Это я не смогу записать, потому что с собой камеры здесь нету. А записывать экран не смогу, потому что программа на этом компьютере уже работать не будет никакие. Если я вхожу в BIOS, то никакие программы не работают. Поэтому не смогу записать экран. Так, ну все. Давайте сейчас так и сделаем. Так что советую для вашей модели поискать, для вашей модели компьютера, как зайти и включить virtualization, если вы не знаете, если сами не нашли. Все, я включил все. И вот теперь, смотрите, заходим в Dispatcher задач. И здесь мы смотрим, вот у нас есть, у меня rendimento написано, это вторая слева, видите, procesos и rendimento. У вас не знаю, кто на русском будет, честно говоря, у меня постоянно на испанском стоит. Ну вот, где написано KPU, вы вот здесь можете увидеть, что написано virtualization. Я думаю, без проблем вы в Dispatcher задач это окно найдете. И здесь вот смотрите, где у меня сейчас стрелка стоит, вы можете увидеть, что написано abilitado. Abilitado на испанском означает включено, либо активировано. Поэтому вот написано virtualization, включено. Вот у вас так и должно быть. Если у вас написано выключено, либо disable, если у вас на английском компьютер стоит, то вам нужно обязательно включить, значит вы еще не включили. Если вы включили, у вас стоит включено, то все. Возвращаемся в Android Studio. И все, теперь мы можем попробовать запустить наш эмулятор. Для этого идем опять же, AVD Manager, видите, написано, как раньше заходили. У нас есть SDK Manager и AVD Manager. Нам нужен AVD Manager. Это Android Virtual Device Manager. Виртуальное устройство. Менеджер виртуального устройства. Все, жмем на стрелку, play, запустить. И все, запускается наш эмулятор. Видите, без всяких проблем. Ничего устанавливать не нужно было. Все работает. Вот так у вас должно быть. Если вы дошли до этого момента, значит все. У вас все будет работать. И вы уже готовы к началу моих уроков по Kotlin. Вы сможете тестить на эмуляторе, создавать код в Android Studio, проверять все и следовать моим урокам. Надеюсь, что для вас видео было полезным. Нигде вы не запутались. И все вам понятно, что все у вас получилось. И все, теперь можете спать спокойно. До следующего урока. Потому что на следующем уроке мы начинаем изучение и создание приложения для операционной системы Android с помощью языка программирования Kotlin и среды разработки Android Studio. Всем пока. Поставь лайк в видео, если тебе понравилось и тебе помогло. Подписывайся на канал, если хочешь увидеть новые видео и поддержать канал. Ну и теперь уже увидимся на следующем уроке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok